Поучение в неделю о слепорожденном, о самомнинии и смиренно мудрии. Возлюбленные братья, Господь наш Иисус Христос по исцелении слепорожденного, о чем мы слышали сегодня в Святом Евангелии, сказал «На суд ас в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут». «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие Таанна, глава 9, стих 39. Этих слов Господа не могли равнодушно выслушать гордые мудрецы и праведники мира, каковыми были иудейские фарисеи. Самолюбие их и высокое мнение о себе признали себя оскорбленными. На слова Господа они отвечали вопросом, в котором выразились вместе и негодование, и самомнение, и насмешка, и ненависть Господу, соединенная с презрением к Нему. «Еда и мы слепи ясмы», — сказали они. Ответом на вопрос фарисеев Господь изобразил им душевное состояние их, служившее начальную причину вопроса. «Аще бысти слепи были», — сказал он им. «Не бысти имели греха. Ныне же глаголите, як и видим. Грех убаваш пребывает». Неужели и мы слепы? Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 40-41. Какой страшный недуг душевный самомнение! Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета ближних, а в деле Божием, в деле спасения, оно лишило и лишает надменных фарисеев драгоценнейшего сокровища, дара Божия, принесенного с неба Сыном Божиим. Лишило и лишает божественного откровения и, соединенного с принятием этого откровения, блаженнейшего общения с Богом. Фарисеи признавали себя видящими, то есть удовлетворительные в высшей степени знакомыми с истинным богопознанием, не нуждающимися ни в каком дальнейшем преуспеянии и учении. И на этом основании отвергли то учение о Боге, которое преподавалось непосредственно Богом. Добродетель, противоположная гордости и особенному выражению ее в самом духе человеческом, самомнению, есть смирение. Как гордыня есть по преимуществу недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть благое и блаженное состояние духа, есть по преимуществу добродетель ума. По этой причине она весьма часто именуется в Священном Писании и в Писаниях Святых Отцов «смиренно-мудрием». Что такое смиренно-мудрие? Смиренно-мудрие есть правильное понятие человека о человечестве, следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе. Прямое действие смирения или смиренно-мудрие заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе примиряет человека с собою, с человеческим обществом, с его страстями, недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и общественными, примиряет с землею и небом. Добродетель «смирение» получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего сердечного мира. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное, блаженное состояние, производимое в нас добродетелью, то называем ее смирением. Когда же намереваемся вместе с состоянием указательный источник состояния, тогда именуем ее смиренно-мудрием. Не подумайте, возлюбленные братья, чтоб данное нами определение, в котором смиренно-мудрие названо правильным образом мыслей человека вообще о человечестве и, в частности, о самом себе, было определением произвольным. Такое определение смирению и смиренно-мудрию указано самим Господом. Он сказал «Ащи уразумеете истину, то истина свободит вы». Евангелие от Анна, глава 8, стихи 31-32. Но что такое духовная свобода, преподаваемая истинною, как не святой благодатный мир души, как не святое смирение, как не евангельское смиренно-мудрие? Божественная истина – Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Он возвестил «Научитеся от Мне, от божественной истины. Я, как роток, есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Смиренно-мудрие» есть образ мыслей человека о себе и о человечестве, внушенный и внушаемый божественную истиную. «Уста смиренно-мудрого глаголют истину», сказал преподобный Марк Подвижник, слово о духовном законе, глава 9. «Самомнение» есть горестное и пагубное самообольщение, есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное человечество и которым обманывают его демоны. Ложные взгляды и основания человеческой гордыни, человеческого самомнения. Гордый смотрит на себя, как на самобытное существо, а не как на создание Божие. Земная жизнь представляется ему бесконечную, смерть и вечность несуществующими. Промысла Божия нет для него. Он признает правителем мира разум человеческий. Все помышления его присмыкаются по земле. Жизнь его принесена всецело в жертву земли, на которой хотелось бы ему учредить непрестанное наслаждение грехом. И к этой-то безумной несбыточной цели стремятся со всем усилием слепотствующие фарисеи и садукеи. Напротив того, воспоминание о смерти сопутствует смиренно мудрому на пути земной жизни, наставляет его действовать на земле для вечности. И, что чудно, самые действия его воодушевляет особенную благотворностью. Смиренно мудрый действует для добродетеля, а не по побуждению страстей и не для удовлетворения страстям. Следовательно, действия его не могут не быть благодетельными для общества человеческого. Смиренно мудрый видит себя ничтожной пылинкой среди громадного мироздания, среди времен поколений и событий человеческих, протекших и грядущих. Ум и сердце смиренно мудрого способны принять божественное христианское учение и непрестанно преуспевать в христианских добродетелях. Ум и сердце смиренно мудрого видят и ощущают падение природы человеческой и потому способны признать и принять искупителя. Смиренно мудрее не видит достоинств в падшей природе человеческой. Оно созерцает человечество как превосходное создание Божие. Но вместе созерцает и грех, проникший во все существо человека, отравивший это существо. Смиренно мудрее, признавая великолепие создания Божие, признает вместе и безобразие создания искаженного грехом. Оно постоянно сетует об этом бедствии. Оно смотрит на землю, как на страну своего изгнания, стремится покаянием возвратить себе небо, утраченное самомнением. Но гордость и самомнение исходатайство в падение и погибель человечеству не видят и не сознают падение в природе человеческой. Они видят в ней одни достоинства, одни совершенства и изящества. Самые недуги душевные, самые страсти почитают доблестями. Такой взгляд на человечество делает мысль об искупителе совершенно излишнюю и чуждую. Видение гордых есть ужасная слепота, а невидение смиренных есть способность к видению истины. К сему-то и относятся слова Господа. «На суд ас в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут». Приняли Господа смиренные и просветились божественным светом. Отвергли Его гордецы, довольные собою, и еще более омрачились отвержением и хулою Бога. Ярко светятся на чистом небе ночную порою бесчисленные звезды, припираясь одна с другую обилием света. Но при появлении солнца звезды исчезают. Исчезают, как бы делаясь вовсе не существующими, хотя в сущности все они остаются на своих местах. Так и добродетели человеческие, когда сличаются одни с другими, имеют свой свет. При появлении же добра божественного они исчезают пред светом божества. Апостол, беседуя о добродетелях патриарха Авраама, сказал, что Авраам «имать похвалу, но не у Бога». Относительно же Бога «верова же Авраам Богове и вменися ему в правду». Имеет похвалу, но не пред Богом. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, глава 4, стихи 2 и 3. Так следовало бы поступить фарисеям, хвалившимся своим происхождением по плоти от Авраама, но отчуждившимся от него по духу. В противоположность образу действия Авраама они захотели удержать за собою мнимые достоинства ветхого человека и через это соделались неспособными к самопознанию и богопознанию. Они услышали страшный приговор Господа. «Ащебысти слепи были», то есть, если бы вы признали слепоту свою, небысти имели греха. Ныне же, будучи слепыми, глаголите «яко видим». Грех уба ваш пребывает. Вы усвоили его себе и запечатлели в себе вашим самомнением. Был в юности своей воспитанником фарисеев святой апостол Павел, но он не последовал ожесточению и самомнению фарисеев. Был он, как поведает сам о себе, в назидание наше. Евреин от еврей, по закону фарисей, по правде законней, быв непорочен. «Но я же мебяху приобретения сия», говорит он, «вмених Христа ради тщету, но оба вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса, Господа моего». Евреи от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Послание к филиппийцам, глава 3, стихи с 5 по 8. Возлюбленные братья, будем подражать святому апостолу Павлу и прочим святым угодникам Божиим. Приступим к Богу, вполне отвергнув пагубное самомнение при посредстве смирения. При посредстве смирения прилепимся к Богу. Привлечем к себе посредством смирения внимание и милосердие Бога нашего, который сказал «На кого воззрю токмана кроткого и смиренного и трепещущего словес моих? На кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. «Видением и сознанием грехов своих включим себя в число грешников возлюбленных Богу. Отвержением самомнения видением и сознанием грехов своих включим себя в число грешников возлюбленных Богу. Отвержением самомнения исключим себя из числа ложных праведников, иначе отречется от нас Бог, сказавший «Не приедох Бог призвать и праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Сердце наше да будет нас дано смирением в духовный жертвенник Богу, и жрец Бога Вышнего, ум наш, да возносит ему духовные жертвы, да возносит жертву умиления, жертву покаяния, жертву исповедания, жертву молитвы, жертву милости, преисполняя всякую жертву смиренно-мудрием, яко сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok